Здарова, с вами Максим Густарёв, и наконец-то настал этот момент, когда после шестилетнего поклонения культу яблочной продукции я обращаюсь к истокам. Мой мак-то тормозит, стримы на нём виснут, и ретачить фотки в прямом эфире просто нереально. Поэтому я взял Windows ноутбук ценой 266 тысяч рублей. Уже две недели я на нём ретачу фотки, монтирую видео, ну и наконец-то я играю в игрушки, а точнее в PUBG. Благ дела, многие компании сейчас подходят к разработке с умом и собирают очень хорошие железяки. И чтобы быть более осведомлённым и беспристрастным при выборе оборудования, я просто истребовал у своих друзей нового флагмана Dell XPS 179700 на тест-драйв, и щупал его вдоль и поперёк. И сегодня я вам расскажу, что умеет этот маленький монстр. Честно говоря, я всегда думал, что сделать производительную машину для работы и игрушек можно только в большом стационарном корпусе. Ну, либо если это будет большой лэптоп, то он должен быть настолько большим, что возить его можно будет только на тележке. Ну, я ошибался. Та-да! Dell XPS 179700. 17-дюймовый IPS-дисплей процессора i7 10-го поколения с 8-ми ядрами и 16-ми потоками. 16 гигов оператива засунуть можно самому ещё больше, вплоть до 64 гигов. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, дизайн с трассировкой лучей, SSD накопитель 1 терабайт, жизнеспособностью к средним в 6 часов работы без подзарядки, алюминий снаружи, карбон внутри, сканеры пальца и лица. Я не спец в железе, всякие бенчмарки мы здесь запускать не будем. Если вам интересны синтетические тесты, можете на них посмотреть по ссылке в описании. Я нашёл достаточно подробную статейку на Хабре. Я с вами поделюсь своими впечатлениями. И первое, что мне хочется сделать, это тест на MacBook. Откроется ли он одним пальцем? Продано! Разблокировать ноутбук вы можете с помощью либо отпечатка пальца, сканер встроен в верхнюю правую кнопку на клавиатуре, либо по скану вашей физиономии. Вряд ли это будет работать в субботу утром после весёлой пятницы, но всё же можете попробовать. Лично я настроил по скану отпечатка пальца, на мой взгляд, это достаточно удобно. Прикладываю пальчик, он жух, моментально у меня входит в систему. Сам корпус ноутбука алюминиевый, а внутренняя панель выполнена из тёмного углеродного волокна. За внутренний вид отдельная респектуля, выглядит строго и стильно. Первым делом я бы, конечно, отодрал вот эту вот наклейку. Клавиатура с небольшим ходом клавиш и приятным отзывом, достаточно тихая. Сценарий к видео я писал на ней. Трекпад матовый, не маркий. Жирный палец, конечно, следы оставляет, но скользит. Да ну что я вам рассказываю, кто пользуется трекпадом? Если я работаю дома, то я, конечно же, работаю мышкой. Не, ну если вы едете куда-то в поездку, по работе у вас ничего с собой нет, то уже можно и трекпадом повозюкать. Но мне-то пофиг, я шаритушор-фотограф. Планшет всегда со мной, поэтому я работаю всегда на нём. А вот экран здесь действительно топовый. 17-дюймовый 4K UHD+, это 3840 на 2400 точек с заоблачными DPI, 266 значений. И сенсорным управлением в ультраформатном корпусе с тончайшими рамками, которые делают просто экран супервизуально огромным. Здесь ещё Gorilla Glass, экран вроде как твёрдый, стеклянный, малоразбиваемый. Экран топовый для пользователя в целом, но для ретушёра такое себе. На самом деле ретушёру нафиг не нужны 266 DPI. Когда вы используете такую большую насыщенность на пиксели, вы не видите этих пикселей. Когда вы обрабатываете фотографию, вам нужно подготовить изображение под публикацию в сети, к примеру, контакт, там, не знаю, разрешение 2560 точек по длинной стороне, вы будете видеть картиночку малюсенькую на экране. И, конечно же, вы не сможете определить её резкость, это будет просто-напросто неудобно. Такое разрешение идеально для интернет-сёрфинга, для напечатывания текстов. Но для ретуши нам нужны большие значения DPI. Но у Della, если вы посмотрите на её младшую модель, там такие есть, с разрешением не UHD+, а Full HD+, с разрешением 1920 на 1200 точек. И там как раз DPI, что-то в районе 130, 133, если быть точнее. И преимущество этого монитора в том, что он потребляет намного меньше энергии. 5 Вт против 14 Вт в UHD+, поэтому для Retouch в путешествиях я бы взял всё-таки младшую модель. Сенсорный экран нам не нужен, чуть более жирные пиксели позволят нам лучше различать резкость с подготавливаемых изображений, и заряда хватит на дольше. А вот на что действительно стоит обратить внимание, это на цветопередачу. Здесь она просто грандиозная, с широченными цветовыми охватами. 100% sRGB, 100% Adobe RGB и 94% DCI-P3. Цвета здесь выглядят просто супер насыщенными, красивыми, выразительными, и такие мониторы просто обязаны быть у ретушёров. Ну а если так разобраться и прикинуть, где мы Retouch'им фотки, используя внутренний монитор, так это в поездках. Как правило, это либо на коленях в поезде, либо в ресторане у окна. Для нас очень важен параметр яркости этого монитора. В XPS он суперяркий, 500 нит. Он, конечно, выжигает глаза на полной яркости в темноте, но вот в яркую солнечную погоду, пока вы валяетесь где-нибудь на пляжике, на бале, на шезлонге и попиваете коктейльчик, эта яркость спасает вас, и вы уже можете нормально обрабатывать фоточки для Инстаграма со своих путешествий. Ну а вот если вы сидите дома, то, конечно же, на этом мониторе вы ничего обрабатывать не будете. Если вы профессиональный ретушер, если вы уважаете себя, то ретушь происходит на большом, как минимум, 24 дюймовом, а в идеале 27 дюймовом внешнем мониторе. Благо дело, Dell XPS 179700 оснащен четырьмя USB Type-C портами, с помощью которых вы можете подключить этот ноутбук к внешнему монитору и параллельно его заряжать. Один провод для всех задач. На мой взгляд, логично. Конечно, у этого ноутбука есть и внешний блок питания. Он, конечно, не маленький, но зато весьма мощный. 130 Вт. Он позволяет вам за 2 часа его с нуля до 100% зарядить вообще спокойно. На полном заряде мне хватило посмотреть пару кинулик и даже успел обработать серию фоточек, сидя в кафешке. А благодаря испарительной камере в сочетании с крупными кулерами, большим количеством вентиляционных отверстий и грамотно продуманной системе выброса горячего воздуха, ноутбук совсем не жарит коленочки. Можно спокойно ретачить на диване. Оперативной памяти в стоке 16 ГБ. Конечно, сейчас этими цифрами никого не убедить, но открутив всего 8 болтов на задней панели, сняв крышку, вы можете туда запихать аж 64. Два слота по 32 ГБ DDR4 вы можете туда засунуть. Гарантия при этом не потеряется, но только если вы не раскреначите все внутренности. Также там есть один слот под дополнительный SSD. Если вам, к примеру, одного терабайта будет не хватать, можете вставить еще одну планку SSD. Будет у вас два диска, на одном операционная система, а на другой фоточки хом-видео. Для типичных задач типа обработать фоточки в Lightroom 16 ГБ вполне будет достаточно. Но вот когда у тебя открыт Bridge, Lightroom, Photoshop, это уже похоже на настоящие условия работы. Тем более, если ты еще откроешь какой-нибудь PTGui, будешь склеивать там многомегапиксельные панорамы, и если у тебя будут открыты подкасты, либо YouTube с каким-нибудь кинчанским, здесь уже 16 ГБ будет мало. И нужно будет использовать как минимум 32 ГБ. Но даже с 16 ГБ оператива, работая в обновленной версии фотошопа, Dell XPS 179700 показывает отличные результаты. Я загрузил типичный 42-мегапиксельный RAW со своей Sony A7R III и создал море слоев с различными корректировками, включая смарт-объекты, обтравочные фильтры. Получил, в принципе, идеальный отклик при ретуши на планшете. Никаких залипаний, зависаний и лагов. Параллельно нагрузил эту систему еще и стримингом на YouTube через OBS, и так же все работало. Конечно, за две недели использования я не успел замусорить Windows 10 Pro, который идет в комплекте, но я где-то приблизительно понимаю, что через полгодика мне пришлось бы делать чистку. Так как я неуверенный пользователь Windows, я бы полюбас забил систему всякими вирусами и прочим непотребным. Я говорю про игры. Хе-хе, че вы думаете, меня так долго на YouTube не было. Я сидел, играл PUBG, Ведьмак 3, Resident Evil. Этот ноутбук спокойно тащит на средних значениях настроек, конечно, не на максималках, но и не на минималках. Спокойно, все современные игры на 60 FPS. После пары недель использования я к нему привык. К его производительности, к его экрану, к его компактности для путешествий. И, сидя на карантине, двухнедельном где-нибудь в Японии, можно будет сидеть и играть в игрулики в гостинице. Поэтому выбор за вами. Я, конечно, понимаю, сейчас в комментариях появится суперпрофессионал, который напишет, что можно такое железо собрать в два раза дешевле. Окей, собирайте. Ну а те, кто хочет здесь и сейчас хороший премиальный вариант в идеальном корпусе с классным экраном и крутой производительностью, Dell XPS 179700, я думаю, будет хорошим вариантом. И поработать, и поиграть, и в кафешке покрасоваться, попивая кофеек. С Mac'ом я этот ноут не сравниваю, потому что на Mac'е не идет PUBG. И так как я нифига нормально не могу стримить на Mac'е, сейчас я буду выбирать какие-то варианты, наверное, на винде. Потому что стримить на YouTube нужно, а Mac'е не тянут стримы вообще никак. Параллельно, я не знаю, там какой-то блок что ли стоит. Поэтому сейчас я буду присматриваться к различным вариантам компов на винде. Я буду устраивать различные тест-драйвы. Если у вас есть идеи, какой ноутбук можно рассмотреть на винде для домашнего использования, стационарный ПК я точно не хочу, потому что он, конечно, занимает кучу места. Таскать я его с собой не буду, а я постоянно мотаюсь. Поэтому буду, опять же, рассматривать разные варианты. Жду от вас комментарии. И обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Мне будет приятно. И до новых встреч. Пока.